приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и во всех приветствуем в изобилии и достатке в этом видео мы поделимся с вами самой актуальной информации на 16 февраля 2022 года уделим внимание народным приметам на этот день что наши предки знали что можно делать что нельзя делать в этот день какой народный праздник почему в этот день отмечается день святой анны почему в этот день нельзя носить определенный цвет одежды и обязательно сегодня прочитайте молитву на привлечение достатка и благополучия далее более подробно друзья все в этом видео так друзья 16 февраля отмечается день святой анны пророчицы и симеона богоприимца святой симеон был избран одним из божьих последователей святая анна пророчица вместе с праведным симеоном богоприимцем встретив храней в храме еще совсем маленького младенца иисуса проповедовала что он и есть тот самый ожидаемый мессия симеону богоприимцу принято молиться за здоровье наших детей и их покровительства в народе этот день еще называют починки или рассчитай починки все потому что в эту дату принято было проверять и готовить к весне полевой инвентарь конские сбруи упряжки телеги и при необходимости это все чинилось считалось ранее что если в этот день конские сбруи будут поломаны то будет несчастье поэтому советую вам починить то что давно сломалась в вашем доме и чего и чувствовать себя в этот день будете радостно и уверенно после проделанной работы 16 февраля хозяйки зачастую варили саламату это знаете такое старинное русское угощение представляющие собой кашу или густой мучной кисель из толокна или ржаной муки во время варки добавляли домашние молочные продукты сало или даже жир само блюдо готовили зачастую в чугунной посуде потом заваривали кипятком до получения кашеобразной массы и подавали к столу восточных славян это блюдо употреблялось повсеместно саламата была как будничным обыденным блюдом так и обрядовым или даже праздничным и на руси на починки на обед традиционно готовили саламату не забудьте в этот замечательный день обязательно поздравить своих друзей и близких с днем ангела в эту дату стоит поздравить красивым стихом или яркая открыткой ваших сегодняшних именинников а именно анну романа симона семена тимофея и дмитрия на погоду в этот день также пристально обращали внимание наши предки и они говорили что если над замерзшей рекой образуется пар или дым то это к холодам если ночью был и не днем оттепели не будет или например если звезды блестят ярко ток стужи а если звезд на небе вам мало к ненастью но как известно у природы нет плохой погоды и вовсе не стоит злиться из-за плохой погоды ведь если сегодня тучи с дождем то завтра будет солнце когда за окном плохая погода и вам не нужно никуда идти многие предпочитают понежиться в кровати посмотреть свой любимый фильм сериал или телепередачу и конечно же не забудьте почитать интересную книжку а вот любителям шить вязать рисовать плести бисером лепить из глины всегда будет и есть чем себя занять вне зависимости от погодных условий так что задумайтесь над такого рода увлечением а вот гурманы в свою очередь могут освоить новое изысканное блюдо при наличии необходимых ингредиентов в холодильнике людям с активным образом жизни сегодня стоит изучить несколько новых спортивных упражнений потренироваться дома или попробовать даже новые позы йоги коллекционеры сегодня могут навести порядок в своей драгоценной коллекции пересмотреть все раритетные модели вспомнить как они им достались заодно поднять себе настроение увидев любимые вещи из драгоценной коллекции если вы любите рубал рыбалку или у вас в планах наконец-то начать увлекаться этим сегодня 16 февраля именно тот день раньше наши предки говорили что 16 февраля а если отлично клюет рыба и соответственно будет отличный улов но обязательно все проверьте и ничего не забудьте время которое вы потратите на подготовку дома сэкономит ваше время на водоеме и если вы приехали на речку или озеро всего на несколько часов то именно благодаря подготовке вы сможете каждую минуту посвятить любимому занятию выберите место где будете рыбачить после выберите кого вы будете ловить каждый рынок рыбки нужен свой подход поэтому заранее определитесь кого вы видите в роли ваших будущих трофеев здесь вам пригодится информация и из предыду из предыдущего пункта например в одном пруду хорошо клюет карась а на соседнем участке реки жиры жирует оки окунь и когда определитесь не ждите собирайте компанию друзей заправляйте автомобиль и езжайте скорее существует в этот день традиция и украшать в доме веники согласно старым поверьем именно под этим предметом и живет домовой поэтому подметать пол 6 но 16 февраля не позволялось чтобы не нарушить покой хозяина кроме того существовала опасность и вымести самого домового тогда дом останется без защиты и охраны исходя из этого хорошо бы было задобрить домового в этот день после ужина оставьте в углу горшочек каши или пирога или конфеты на ночь все или то что вы считаете нужным а возможно вы знаете что любит ваш домовой увлеченный вкусным и сытным угощением он напрочь забудет о своих проказах и будет вас благодарить и оберегать в этот день 16 февраля ни в коем случае не носите черные вещи и не берите деньги взаймы это приведет к мелким неприятностям и проблемам а чем раньше вы начнете день по хозяйству 16 февраля тем проще и быстрее сможете встретить весну и пожалуйста сегодня не спите долго самого утра начните день правильно из хозяйства после загляните в гардероб и найдите самый яркий свой наряд сходите на прогулку или же на выставку современных картин удивите себя получите максимум сегодня эмоций и довольство вы мы уверены что отличие настроение вам точно будет обеспечена не передавайтесь сегодня унынию хорошее настроение и оптимизм совершенно необходимы вам для продвижения вперед поэтому стоит запланировать такие мероприятия которые приведут вас в приятное расположение духа романтическое свидание ждет вечером но она не окажется длительным но сможет подарить вам незабываемые радостные воспоминания сегодня желательно проявить свои самые теплые чувства по отношению к любимым людям и вспомнить что любовь это не только слова но а еще и поступки и дела которые доказывают такую любовь вас будет переполнять нежность по отношению к любимому человеку проявите ее дайте почувствовать это и так как мы сказали сегодня 16 февраля день анны пророчицы и симеона богоприимца в этот день обязательно прочитайте молитву благодаря этой молитве вы сможете привлечь свой дом удачи благополучия и достаток друзья слова молитвы мы оставим в описании к этому видео обязательно прочитайте эти слова молитвы три раза вы увидите как вам высшие силы действительно будут помогать в жизни далее друзья у нас с вами лунный календарь на 16 февраля 2022 года по лунному календарю друзья нас сегодня с вами ожидает 16 и 17 лунный день друзья обращаем ваше внимание что у нас сегодня с вами полнолуние знаки зодиака лев 19 часов 58 минут достаточно сегодня мощный сильный день и обращаю ваше внимание что у нас полнолуние в знаке зодиака лев олив это нас достаточно солнечный знак денежный знак который отвечает за многие сферы в нашей жизни и обращаем ваше внимание что сегодня 16 февраля миром управляет гармония равновесие спокойствие и умеренность поэтому сегодня очень важно поймать эту волну и следовать за ней чтобы в стороне не остаться и не потерять такой чудесный в энергетическом плане день сегодня все работает на умиротворение символы этого дня бабочка и голубь которые символизируют собой душу и легкий переход из одного мира в другой даже знаком зодиака в этот день нужно стремиться уравновесить себя и перевести состояние гармонии энергетика этого дня очень гармонично это чистый светлый в какой-то степени спокойный день поэтому пришло друзья время отдыха от напряженных и активных действий но пожалуйста сегодня не проявляйте агрессивность не нужно сегодня доказывать свою правоту кричать и размахивать руками нельзя включать и громкую музыку и вести себя вызывающе постарайтесь этот день провести в уединении быть тихим и скромным неплохо было бы заняться домашними делами особенно полезно все что связано с очищением вымойте полы стирайте пыль принимайте душ по сегодня полезна неспешная пешая прогулка что же касательно стрижки в этот день то в этот день стрижка не сулит ничего плохого все все же не ждите ничего позитивного от посещения стилиста или парикмахера работа даже самого лучшего мастера может губительно повлиять на вид и здоровье волос поэтому стрижка сделанная в этот день приведет к предательству со стороны коллег и близких родственников знаете это редкий день когда нужно при прекратить гонку и просто отдохнуть имидж измененный при помощи прически вас сегодня расстроит форма не будут держаться и прическа очень быстро распадется и вы с этим вряд ли что-то сделаете что же касательно окраски волос то окрасьте волосы в темные тона натуральными красителями для душевной гармонии волосы лучше всего будет хорошо если вы соберете их в пучок в этот день можно отдохнуть расслабиться побыть наедине собственными мыслями и еще раз хотим сделать акцент на том что мы все-таки рекомендуем соблюдать свою неспокойствие и не нарушайте никакими действиями внутреннего комфорта и мира в душе ибо символ этого дня все-таки умеренность одних людей будут эти энергии энергии будет очень много будут их разрывать люди будут агрессивные но если вы понимаете что это полнолуние и люди вот то их такими делает энергия луны тут тогда вы будете более мудры и будете более спокойны и друзья мы надеемся эта информация для вас была полезна важно и интересно с вами как всегда был канал зато река для тебя подписывайтесь ставьте лайки мы услышимся в следующем видео